Благодаря обонянию, которое в 16 раз острее человеческого, собаки могут находить тщательно спрятанные наркотики, оружие, взрывчатку и другие запрещенные к хранению и перевозке вещи. Именно поэтому люди просто не могут обойтись без помощи этих четвероногих друзей. Сегодня мы вам расскажем об одной из собачьих профессий, вокруг которой существует много слухов и домыслов. Речь пойдет о собаках кинологической службы таможенных органов. Немецкий криминалист Роберт Герцбах утверждал, что собака была первым полицейским в мире, первым ночным сторожем и первым сыщиком. И действительно, с самых древних времен у всех народов собака была верным другом и помощником человека. Один из основоположников криминалистики и судебной психологии Ганс Гросс в конце 19 века указал на возможность использовать собак для розыскных целей. Именно с этого времени и ведет свою историю служебное собаководство. Первые питомники полицейских собак появились в Германии. Первые служебные собаки в России появились в 1906 году. В 1909 году о собаке Трев узнает весь мир. Она преследовала трех преступников, которые совершили убийство 60-летнего крестьянина. Трев шел по следу преступников 115 километров и в конце концов догнал их. Сегодняшние собаки ничуть не уступают своим предшественникам. И для того, чтобы посмотреть на работу собак в деле, мы отправились на оптовый склад, где нас уже ждали собаки кинологической службы таможенных органов нашей страны. Стоит отметить, что кинологическая служба таможенных органов еще очень молодая организация. В 2001 году был создан первый отдел Минско-центральной таможни, который начал создавать кинологическую службу. Была разработана в первую очередь документация, ну и потом пошла практическая работа. Отдел Минско-центральной таможни был укомплектован служебными собаками, подготовлены первые кинологи и началась практическая работа. Всего кинологическая служба, ну начиналась с двух кинологов, с двух собак, потом с четырех кинологов, с четырех собак. На данный момент в кинологической службе таможенных органов работает 12 человек. И где-то, ну и 15 собак. Вначале мы наблюдали, так сказать, общую процедуру. Собаки работали на складе, но их работа не ограничивается таможенными терминалами. Наши собаки применяются на таможенных переходах. Значит, это автомобильные, железнодорожные переходы. Не обязательно там пассажирский поток идет или грузовой. В аэропортах. Практически везде, куда приходят таможенные грузы, применяются собаки. Плюс, также мы оказываем в рамках взаимодействия помощь в Министерстве внутренних дел. Очень хотелось посмотреть, как собака срабатывает на наркотик. Поскольку дожидаться ситуации можно очень долго, мы смоделировали ее сами. В одну из фур спрятали учебную закладку. Стоит отметить, что наши таможенники используют не вещество, имитирующее наркотик, а настоящий наркотик. Это действительно редкая практика не только в нашей республике, но и в странах СНГ. Существует мнение, что собаки, работающие по поиску наркотиков, обязательно являются наркоманами. На самом деле это неверно. Собака никогда во время учебы и работы не имеет прямого контакта с наркотиками. У животных-наркоманов имеет место такое явление, так же, как и у людей, как абстинентный синдром или, попросту говоря, ломка. Следовательно, животное, которое находится в состоянии наркотического голода, будет работать только до момента нахождения наркотического вещества. Но ведь бывают случаи, когда собака прорабатывает целый состав и находит наркотик не в одном месте. Все обучение строится на игре и только на ней. Не используется никаких механических и тем более болевых воздействий. Собака должна относиться к своей работе не как к тягостному делу, а как к любимому занятию. Если понаблюдать за собакой, которая видит, как работает ее коллега, то можно услышать негромкое скуление. На мое удивление, кинологи ответили, она работать просто хочет. В основном на таможне работают немецкие овчарки. Работает у нас также одна бельгийская овчарка, английский кокерспанель и доберман. Вот три собаки, скажем, других пород. Но основная это немецкая овчарка. Все кинологи и собаки перед тем, как приступить к работе, проходят подготовку и сдают экзамен. Кинологи зают теоретический и практический экзамен. В теоретический экзамен входят такие вещи, как поиск и послушание. Послушание необходимо для управления собакой. Потому что, ну сами понимаете, когда идет работа на границе, идут машины, там сотни машин, собака должна, во-первых, не попасть под эту машину, вот, и второе дело еще выполнять работу свою. Или в том же поезде, когда среди пассажиров сидит вагон, там развернуты собойки, люди едят. Собака должна проходить, не реагировать на эту еду, а искать то, что, как же, запрещенные предметы. Славное и уникальное партнерство человека и собаки зародилось более 10 тысяч лет назад. С тех пор минуло много веков, но собака до сих пор верный друг и спутник человека.